мы здесь остановились не на небольшом таком привальчики попить водитель смотрите какая здесь красивая горная речка так резюмирую сегодня утром мы проснулись в отеле города каркасон прогулялись по крепости и вот сейчас уже едем в сторону андорры через перевал через горы проехали множество маленьких французских городки уже авто дома здесь не вовсю путешествуют вот такие здесь горы такая поляночка для отдыха и можно немножко передохнуть это у нас пиренеи забыла сказать горы пиренеи здесь на ту сторону переходить нельзя опасная очень дорога можно только с этой стороны отдыхать и фотографировать и сейчас мы поедем дальше дорога у нас от каркасона до андоры занимает 160 километров но поскольку она горная извилистая то то есть половина часа ну по трассе ехать можно и быстрее но мы идем мы не ищем легких путей до дима в пиренеях ищет хорошие виды и хорошие кадры дима за тобой дуб растет кстати дуб пиренеях видите пиренеях растут дубы значит вот откуда они дома то строили дуб использовали у них свои дубы тут есть думаю что да алексей нам только что сказал что мы находимся на высоте 483 метра давление 720 до ушах так уж так периодически закладывала когда мы сюда поднимались делаем мы еще такой маленький фото стоп по дороге кстати здесь очень удобно вот едешь через эти перенеи да и везде есть такие места где можно остановиться столе столы где можно сесть такой и полюбоваться природой полюбоваться птичками которые здесь горах живут орлы вот такие молодцы хорошо живут и можно посидеть просто вот за столиками перекусить попить водички отдохнуть кстати здесь тепло и посмотреть вот на эти красивые горы пока узкая дорога здесь такая большая машина проехала лесовоз с прицепом и везет лес а мы идем посмотрим горы и столики вот там дальше стоят под горушками можно сидеть какие растения красивые какие-то желтые таких даже не знаю какие-то красивые желтые растения в общем вот это такой вид живописный я бы сказала что тут хорошо хоть стоять с холстом и писать горы и внизу всегда когда художники пишут горы внизу всегда раскидывается какой-то городок поселочек эти какая красота сейчас я сделаю фотографии потом буду на холсте мы стихи ничком пытаться что-то такое изобразить изобразить пиренеи хорошая погода легкие облачка и не жарко и не холодно здесь вообще не витринки нет несмотря на то что мы высоко в горах просто красота едут туристы мотоциклист и вот мотоциклист приехал тоже на нашу стояночку где мы остановились алексей меня пытается тоже фоткать из-под тишка мы пошли делать красивые фотографии видео такие виде специально сделали эти площадочки чтобы можно так облокотиться и не свалиться туда так что друзья специально для нашего канала мы приехали сюда в пиренеи показать эту красоту вам зрителям нашего канала мы в испании маруси евина ли все для вас ездим и путешествуем снимаем много роскошных хороших мест смотрите наш канал подписывайтесь на нашу страничку в инстаграмма в испании маруси евина лиф а за моей спиной те шикарные красивые горы пиренеи их можно писать на холстах про них можно писать стихи и петь песни сюда можно их можно воспевать часами да в общем в любом случае красота запах воздух шикарный сейчас друзья мы едем по дороге д-613 вот эта горная дорога идущая через перевал хочу сказать что да здесь очень есть крутые повороты но здесь очень много стояночек очень много мест для пикничка для отдыха и для таких хороших фото стопчиков поэтому совсем так не неплохо здесь ехать можно периодически останавливаться просто и едут даже автодома вот казалось бы узкая такая дорожка даже автодома здесь едут через этот перевал и на мотоциклах едут люди отдыхают в общем то периодически останавливаются делают фото стопы отдых такая интересная дорога красивые горы прекрасный воздух замечательный день для путешествия сейчас лето июль здесь абсолютно не жарко на улице у нас 20 градусов в горах хорошая погода так что если вы задумаете посмотреть что-то новое путешествовать вы любите горы вот такие вот дороги или не самое то что нужно для нашего возраста это же самое то что надо для нашего возраста кому нравятся горы вам и сюда тоже альпы красивые и перенеи красивые чувствуется что давление меняется может быстро поднимаемся в горы уши вот мне уже третий четвертый раз закон и дышится такой свежий горный воздух запахи такие аромат едем мы по навигатору вот петлю основного мы уже сделали здесь вот исчезла она была петля только что была синяя вот мы ее уже проехали сама так и резкие повороты дорога более такая попрямее кто-то и живет до на вершине горы это делает работает поля слева перенеях и едем мы по трассе до 613 до как у нас вообще ведет себя автомобили как у нас с ходом топлива расскажешь в горах расход увеличился так довольно таки прилично я сейчас кстати посмотрю покажут а так могу сказать мои ощущения что мотор то принципе работает так немножко с надрывом особенно когда в горах поднимаемся вот расход составил уже 8 и 8 тысячам у нас 84 был то есть немножко увеличился итогом и сейчас проехали на сегодняшний день 936 километров это вместе со вчерашним вот и сегодня мы ни разу не платили за платную дорогу все дороги нас пока были бесплатные ну мы по-моему сегодня не заправлялись бензином то есть мы на эту заправку у нас сегодня у нас таких трат на дорогу и на бензин еще не было здесь были на поляне были и поход вот в эту крепость каркасона да там ну город крепость там вход в принципе тоже бесплатно то есть если музей какие-то то надо конечно платить завтраки ужин у нас были в отеле кстати ужин был довольно таки при приличный я брал бакаляу наконец-то попробовал местном французском приготовлении дорадо было рыба и телятина да готовят здесь вкусно в каркасоне и в общем-то кухня везде вкусная говорят что вкусно в кафешках ресторанчиках и и когда будете обязательно попробуйте местную кухню люди хвалят люди это часто путешествует по франции кто посоветовал посетить это место в том числе кстати круассанчики на завтрак тоже были просто обалденные когда у нас было кафешка мы закупали тоже круассаны который нужно было разогреть кстати вкус был точно такой же до вкус из нашего кафе очень приятный очень вкусные такие свежие абсолютно круассану на завтрак подавали поэтому да от поездки очень приятные впечатления вот от тех вот вчерашний сегодняшний день от посещения франции вот всего этого места да очень приятные хорошие впечатления мы едем абсолютно не по туристическим маршрутам здесь вот только местные то их даже очень мало но зато приятно прочувствовать как люди живут в горах местные жители продают сыр так и было написано что в козе нарисована была коза из панеры вы купили на и было написано формаж так сожалению мы пока еще никуда не зашли в магазин и маки кругом цветут никуда не зашли в магазин и здесь конечно надо проводить больше времени приезжать не на один день конечно ехать спокойно размеренно останавливаться в разных городках путешествовать смотреть изучать общаться изучать культуру изучать привет мальчики а как вам путешествие нравится я девчонки нравится все хорошо красивые фотка и много боюсь карточка до середины путешествия закончится на фотике классно кстати в горах давление внешнего воздуха внешней атмосферы ниже да и давление в шинах я просто стал чувствовать что у меня в поворотах на за соскальзывает колеса было 2 и 3 или 2 и 2 час стало 2 и 5 он сюда ты еще вверх поехали да если долго ехать то конечно колеса над немножко подпустить поэтому у людей иногда болит голова особенно граба не зимой когда едешь шума это шаг будет перекаченные колеса становится тысячу метров кстати смотрите да у нас 1018 высота уровня моря мы все еще поднимаемся и до андорры у нас остается 75 километров такой интересной дороги на горки уже выше город все выше и выше да вот с этим красотами к этого перевала мы проезжаем сейчас 1199 высота 1199 уже облака вот видите мы уже почти в облаках видите какой-то населенный пункт в горах красивые домики даже талант кафе есть у них такая вся инфраструктура некоторые моменты такие похожи на австрийские вот альпы когда мы приезжали там инсбург горный некоторые давно дома конечно по-другому выглядит все равно красиво лошади пасутся смотри какие красивые лошади белые на лугу пасутся лошади ничего себе люди пошли куда-то туристический туристическим маршрутом гулять марки везде цветут красота такая сейчас температура воздуха у нас 14 градусов это говорит о том что мы все-таки действительно поднялись наверх немножко стало прохладнее потому что я смотрю люди в кофточках идут на улице путешественники ездят так же как и мы итак друзья мы поднялись на высоту 1431 метр вот стоит знак этого это место было как раз видите пометили что можно с телескопом приезжать и смотреть можно гулять есть прогулка на осликах видимо на лошадках пешая на горных велосипедах и можно перекусить можно резервировать очень красивое место очень красиво тут все расписано умеет читать по французски читайте смотрите бар ресторан да-да-да-да скипас и он продают информация по катанию на горных лыжах видите вот все цены здесь все вам показываю можете поставить на стоп кого интересует и почитать вот здесь план горнолыжного курорта пешеходные да с палочками они ходят поднимаются наверх как тут трекинговые какие-то палочки до палки и для такой ходьбы горной на горных велосипедах можно и кататься на пони зимой видите какой здесь курорт пожалуйста разные трассы максимальный пик 2354 метра то есть я так понимаю для разных уровней вот так видите какое интересное место мы заехали и лошадки видите здесь пасутся такие поняшки на которых можно покататься на верно то есть вот вот там как раз информация про это было написано их пасет электропастух до алексей никогда не видел коров пасущихся с колокольчик тут такой сейчас мы подойдем поближе надеюсь что будет слышно здесь такой колокольный звон стоит от этих коров у них такие колокольчики не бродят по склон я очень надеюсь друзья что вы слышите этот звон это просто какая-то музыка просто музыка как вот там и не слышала звука таких как колокольчиков у коров которые вот там пасутся красивая первых коровы во вторых очень приятный такой колокольный звон надеюсь он будет вам слышен и мы можем представить себе какой вкусный у них молоко и точно знаем наверняка какой вкусный французский сыр в таком городе можно было остановиться он наверно такой сюда верлыжники приезжают наверно да так же как в андорру ну а мы на андорру направо да нам направо вот пожалуйста знак андорра туда сейчас мы спустились вниз здесь 110 скорость 110 и пока мы едем осталось 50 километров до андорры до до нашей точки прибытия до цели нашего визита кстати мы забронировали отель тоже со спа центром цены более демократичный чем во франции ну в этот раз во франции отель скажем так порадовал очень приятно гораздо лучше чем мы останавливались раньше там в разных под парижем такое обслуживание очень великолепно можно даже ссылочку оставить в описании ссылочки мы всегда оставляем в описании читайте внимательно все полезные ссылки там поехать по перевал очередь дома а можно поехать по тоннелям платным как будем делать мы да очень красиво облака вообще ниже горы пик пик горы такая шапка смехом пик горы выше облаков вот это классно конечно красота наш очередной фото стоп посмотрите какая красота облака уже уже ниже гор пике этих гор выше облаков вешки стоят это вот когда выпадает снег для того чтобы трактор чистил видите вон та гора это вообще просто так высоко 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 пик и ниже облака ниже этого пика машин очень много вот они ведь целой вереницы видите едут очень много туристов много автодомов все двинулись в путешествия есть французы есть из нидерландов ну мы соответственно вот едем прямо видите целая вереница машин там тоже дорога продолжается красивые травы красивые всякие или хороший запах чистота красота много всяких горных коров в горах пасется много горных всяких козочек в общем здесь конечно красота проезд у нас в андорру облака красивые текущие так здесь что-то показывать надо или нас за так пропустит сейчас посмотрим альто полиция высокая птица полиция наверное если так вот андорра и начинается у нас уже такой переехали на территории андоры и так понимаю франция уже осталось или это был французский пост теперь по-моему два утки были сначала французские то есть совместно все друзья теперь мы на территории андоры мы не в евросоюзе мы выехали наша машина выехала из евросоюза цель нашей поездки было вывести машину из евросоюза поскольку 6 месяцев больше 6 месяцев испании нашей машине до иностранной машине находиться нельзя надо вывести ее в российскую федерацию тут случился коронавирус выехать мы не смогли и поэтому мы решили вывести ее из евросоюза в андорру в андоре мы заправимся какое-то время побудем отдохнем погуляем здесь уже видите отели разные мы здесь уже в масках ходят и так здесь друзья есть два альтернативных пути можно проехать вот через этот город а можно ехать через туннель пазда лакаса вот и мы решили ехать как алексей через город туннелем не пользоваться потому что обычно мы проезжали через туннель или тоннель и и мы вот это все как-то мимо нас пролетало и тут мы решили все это посмотреть такое он достаточно насыщенные ты или кстати есть здесь пожалуйста франция 1000 порт-отель вот есть аляска но это вот тоже для тех кто любит горнолыжный спорт что приедет сюда кататься на лыжах и вот там впереди как раз мы видим подъемники горнолыжные вот отель тоже пожалуйста сейчас наверное они так пустуют в основном то ли зимой они уже заполнены отель три звезды еще отель я представляю что здесь зимой творится когда люди приезжают кататься на лыжах апарт отель и удобно прям из отеля можно такие чудесные домики тоже там наверно апартаменты отель гранд пас 4 звезды апартаменты апартаменты вот он горнолыжный склон стоит сейчас не работает подъемнички представляешь что алексей что здесь зимой лёжа творится городке можно останавливать а кому выезжаем на эту трассу которая вот из тоннели бы на неё же не попали бы люди в курточках кстати ходят здесь мы в шортах футбол очках нет теплые вещи мы конечно взяли но видите даже сейчас и июль месяц казалось бы до разгар середина лета кстати сегодня до получается середина июля и в андоре плюс 9 достаточно холодно потому что вот они облакам и выше облаков поднялись выше облаков этот городочек остался снизу мы вошли в облака едем дальше классно обгон запрещен 30 километров ограничения скорости восклицательный знак внимания машины елась поднимемся темноте наверно ночью или когда скользко а вот теперь мы словно в питере облака холод коровы какие-то горные здесь все по горушкам лазит может сколько коров видим на правда у них колокольчики такие чтобы их наверно было и слышно и видно вот стоит корова по барометру посмотрели что 583 вон она в тумане и вообще нет ни в тумане они в этих в облаках коровы в облаках какое давление 583 и высота две тысячи метров прикольно стоянку и не заметил в тумане тумане и еще знак 90 дорога никуда вот еще на сверху стоянку возможно здесь заправка видите пошла 1 евро 1 евро и все сюда в очередь стали короче это французы едут сюда заправляться бензин точно а мы еще продолжаем подниматься вверх участки 500 метров будет стояночка минут это что это трасса уже там а там еще справа смотри трон картинг да ну слушай я не выдержал я наверно тоже заправка да смотрите вот если вы будете в андоре можете заправляться бензин бензин дешевле чем в испании бензин дешевый мы тоже решили заправиться остановились по моему алексей пора утепляться конечно у них такой такой стоимости бензина у них нет да это второй раз мы заправляемся первый раз вот когда мы выехали жиро не до заправились первый раз и вот второй раз я заправляемся да да но здесь вот во франции были все одна была платная дорога поначалу мы уже говорили 88 8 евро там с половиной 40 евро полный бак полный бак это сколько литров у нас а заполнил ты вот 39 40 литров 39 67 ну 40 литров прочить практически и 40 евро ну да логично по одному еврику за литр получается 40 40 видите какой зимой бывают уровень снега какие столбы стоят здесь и вот такая вот она дорога видите серпантинная сверху вниз сверху вниз так вот люди едут красота вот там дорога там как раз туннель въезд и выезд оплата соответственно проезд платный а мы проехали по дороге бесплатно и полюбовались красивыми видами проехали через городок вот такие красивые здесь горы то есть въезд в туннель и выезд из туннеля вот там смотрите как здесь красиво ради этого стоит же сюда ехать правда чтобы полюбоваться такими видами столько мы сюда ехали ехали и увидели вот такую красоту правда здесь очень холодно сейчас 9 градусов реально очень холодно прямо даже в июле берите теплые вещи теплые штанишки куртки я не знаю толстовки джинсы потому что ну действительно очень холодно и такой ветерок и прямо ну такая холодина после испании посмотрите с этой стороны какие красивые 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 горы так друзья в итоге получилось что время движения начинает ареала косты франция и вот в андорру мы проехали составило 12 часов 31 минуту мы проехали 1011 километров вот соответственно расход составил все-таки 9 литров горы немножко подкачали вот и средняя скорость 85 километров в час и так мы въезжаем через некоторое время в столицу андоры город который называется андора лабея и дальше репортаж продолжим оттуда